Утренние фильтры в этом учебном году обязательны. В здание заходит по одному с соблюдением социальной дистанции. Для максимального разобщения в этой гимназии школьников разделили на три потока. На территории мы детей не собираем, классами не объединяем. То есть как они приходят, они идут в своем режиме. Система разобщения и на занятиях для каждого класса свое помещение. Кабинеты общего пользования, такие как химия, физика и технология, педагоги обрабатывают после каждого урока. Меры профилактики и в столовых, посадочные места на безопасном расстоянии. По сравнению с прошлым сентябрем у нас пока проблем с вырви меньше, чем было в начале года. Возможно, и вот эта сама система разобщения, которая действует, возможно, более тщательный контроль родителей за досугом детей. В Багандинской школе учеников пришлось перевести на дистанционное обучение. С этой недели 9-й А на карантине. Они приступили к выполнению домашнего задания, просматривали видеоуроки, общались непосредственно с учителями на электронных платформах, выполнили задания, отправили их дистанционно, учителя проверили, дети получили обратную связь, то есть оценки и комментарии к выполненным работам. Сегодня работаем, отрабатываем таким же образом. Вчера болело у меня три человека, сегодня четыре, один человек забыл. После первого урока учителя отмечают заболевших в этом журнале. На карантине два класса из 24. Порог заболеваемости в данных классах был превышен. В одном классе он составил 37%, в другом он составил 31%. Было принято решение о закрытии классов на одну неделю. После летних каникул дети приехали от бабушек, от дедушек. Кто-то приехал из мест отдыха, и поэтому у некоторых ребят очень низкий иммунитет. Мы проводим беседы с родителями и с детками, что в случае, если ребенок заболел, лучше остаться дома под наблюдением родителей, вызвать врача, либо обратиться за амбулаторной помощью в поликлинику. На сегодняшний день заболевших 23%. Это немного, это нормально для сентября, потому что идет адаптация. Специалисты отмечают, что по заболеваемости ОРВИ эпидпорог в регионе не превышен. Елена Старожука, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.